Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Сергея Астахова. Настоящая неблагозвучная фамилия. Новая любовь, которая младше на 16 лет. И как выглядит красавица-дочь, которая пошла по стопам отца и стала актрисой. Сергей Астахов известный современный актер. На его счету более чем 120 кинопроектов. Родился Сергей Виконтович в Воронежской области в 1969 году в семье военного. После школы он прошел срочную службу в советской армии. Службу проходил в танковой дивизии. Настоящая фамилия артиста Козлов. Уже в театральном институте он посчитал ее неблагозвучной и сменил ее на Астахов. Это девичья фамилия его матери. После армии он поступил в Воронежский государственный институт искусств. По 1996 год работал в Воронежском камерном театре. Затем переехал в Москву. Переезд сложился удачно. И актер постепенно покорил театральную сцену и отечественный кинематограф. Российскому зрителю он известен по фильмам и сериалам. Таким как непобедимый, королев, гибель империи, гаишники, девушки с Макаровым и многие другие. Личная жизнь. Сергей Астахов дважды был в официальном браке. В студенчестве судьбоносным стало знакомство с Натальей Комардиной. Молодые люди были счастливы в отношениях. Но детей у них не было. Это и стало одной из причин разлада в семье. Вскоре брак дал трещину и они развелись. Второй избранницей Сергея Викунтовича стала Виктория Адельфина. В браке появился на свет ребенок. Дочка, которую назвали Мария. Но в 2011 году они объявили о разводе. Дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. После развода со второй супругой актер познакомился с девушкой Викторией, которая младше его на целых 16 лет. Регистрировать отношения официально пара не спешит. Хотя в отношениях они уже более 9 лет. Сам Астахов считает, что кольца и регистрация брака не обязательны и не являются гарантией сохранения семьи. Если людям вместе хорошо, то им хорошо и без официального брака. Если вам вместе не хорошо, то никакие штампы не помогут, даже если их поставят штук 5. Сергею Астахову приписывали множество романов с известными красавицами-актрисами. У него был роман с известной актрисой-красавицей Еленой Кориковой. Но до официального заключения брака эти отношения так и не привели. Сергей Астахов отметил, если его возлюбленная захочет официально узаконить брак, то он будет не против. Он отмечает, что живет для своей супруги гражданской. Она живет для него. Хочется пожелать этому артисту творческих успехов, семейного счастья, побольше новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Пишите свое мнение в комментариях, как вы относитесь к этому артисту. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Продолжение следует...